Была реальная угроза для жизни. Нам на корпоратив ворвались быки, пытались меня в лес утащить. Вот я купил биток, вот я потерял, верни мне теперь скотину. Жил в Германии, все так очень стильно размерено. Почему ты вернулся? Там скучно жить. Всем привет, мы записали для вас целых три, это пять, три ламповых прямых эфира. Вот так, кстати, будут показать правильнее. Во-первых, с Алексеем Коваленко Эпикор, это человек, который занимается курицей в нашей стране, скажем так. Во-вторых, с Костей Евтушенко, управляющий партнер Юнит Сити, поговорим с ним о креативной экономике. А сегодня у нас эфир с Дмитрием Карпиловским, сооснователем Украинвест Клуба, большим инвестором и человеком, который 15-16 лет прожил в Германии. Ему там было скучно, и он вернулся сюда, чтобы его бандиты вывезли в лес. Вот примерно такая история вас сегодня ждет. Приятного эфира, смотрим, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие эфиры, о которых я вам сегодня сказал. Я надеялся, ты как-то оценишь? Underwood? Нет. Ну вообще, пиво, кактусы. Нет? Ничего? Да-да, Рома меня подкупает просто сегодня. Ну, я просто читал на MC Today материал, там написано, что ты торговал кактусами в детстве. Это был мой первый бизнес, 7 лет. Сколько стоили тогда кактусы? Блин, я не помню реально. То есть у меня даже фотки есть с ценниками, ну вот, в памяти, из памяти. Ну как ты думаешь, вот этот вот кактус сколько стоит? Вот, без понятия. Но, я думаю, на мороженое хватит. Вот как тогда на мороженое хватало, сейчас тоже бы на мороженое хватило. То есть тогда это было не ради там покупки автомобиля? Да, нет, конечно. Там была остановка напротив педуниверситета, и рядом фирменный магазин Rude. с самым вкусным свежим мороженым. Вот это была вся бизнес-мотивация. Житоми. Конечно. Тут продал, и тут же живой кэш отнес, обменял, так сказать, на радость. Инвестиции в мороженое. Ну, видишь, не проходят даром. То есть это где-то зародилось. Явно не кактусами ты питался. Слушай, ну, это было дорого. Накопить, так сказать, массу за эти годы, не кактусами. Дорого в смысле? Ну, вкусные рестораны. Родины, вот это все. То есть, понимаешь, ради чего работаешь. А потом думаешь, блин, это я, получается, на туалет постоянно работаю. Как-то это не очень выгодно. Хорошее у нас начало. Между прочим, сегодня понедельник, 10 утра, пиво на столе. Ну, чтобы, как говорится, не переключаться особо. Нет, понятно, зачем выходить из этого состояния. Чуть позже. Позже? Это Женина, да? Это Женина, это Евгений Подлесных. Собственно, у него же история, что фамилия и название компании не совпадают. Плюс у них пивоварня под лесом. Вот, прикольно. Ну, это не совсем наш клиент. То есть, это один из основателей нашего клиента является также пивоваром. Мое любимое, кстати, пиво стало. Не потому что. Не по долгу службы. Не по долгу службы. Ты жил долго в Германии? Но пиво вообще не пьешь. Вообще не пьешь. А, видишь, я сегодня тебя немножко... Ну, я за тебя это сделаю. У меня так как-то часто в жизни случалось. Если что-то было много, потом мне этого уже не хотелось. Я когда-то так перепил кофе. И уже лет 17 не пью кофе. С 2004. И когда приехал в Германию, мне это еще было интересно. Потом я что-то тоже интерес потерял. Тоже, может, перепил. Со спортом у меня похожая история. У меня батя профессиональный футболист. У него интересная была история. Он получил приглашение в сборную Советского Союза. Это же было тогда. Да. Вау. И получил травму. И все. Как раз после приглашения? Да. Закончилась на этом карьера. Ого. Но вот это, знаешь, детство, наполненное всеми этими стадионами, команда ветеранов, там вот это, тренировки туда-сюда. И так моего батя не отпустило. Не-не, я был тем, которого за руку приводят. Вот футбол. Теперь, да, теперь вот мой футбол, кактусы, пиваси. Слышишь, с отцом, то есть он, для него это большая была проблема тогда? Ну, стресс? Слушай, я, ну. Это же как бы мечта такая большая, да? Я этой истории не застал, то есть я совсем был мелкий. Но то, что его не отпустило, я это понял позже. Потому что мы уже переехали в Германию, это мне было лет 14. Батя пошел тренировать какую-то местную команду. Получил лицензию, судьи, начал судить какие-то местные матчи. И он уже, у него позже были проблемы с суставами. Мы ему потом сустав тазобедренный поменяли. То есть уже все было плохо, он уже еле ходил, но он все равно бежал на эти матчи. Он все равно судил, он тренировал, он потом полчаса поднимался на четвертый этаж. Но как бы вот в этом был его кайф. Это такая вот безумная страсть. А у тебя есть такое? То есть ты к своей работе так относишься? Да. Со страстью? Эта страсть, она раз в пару лет меняется. То есть у меня нет такой истории, знаешь, история всей жизни. Я во все ныряюсь головой. Мне не прикольно там что-то там, чуть-чуть, на полшишечки. Я когда пошел в крипту. То есть через годик все, кто в Украинвест-клубе, ждите. Слушай, ну вот когда, ну меня же многие знают еще по криптанским временам. Криптанским. Когда я пошел в крипту, я же сбавился от всего. Я в конце 2016 ушел из всех бизнесов, продал все активы. У меня не было ни копейки в каком-то таком фиате или еще в чем-то подобном. Все было в крипте. У меня же был челлендж, я приехал в Киев, у меня было 500 баксов. И все, крутись как хочешь. Из Германии, да? То есть ты там, сколько это получается, 15 лет там прожил? 16 с чем-то. То есть ты даже знаешь немецкий? Конечно. Я принципиально как бы занял такую позицию, я буду полностью в этом рынке, чтобы чувствовать его на кончиках пальцев. Я весь кэш загнал в крипту. Для этого нужно прям все отдать? Слушай, не нужно. Ну у меня такой подход. Вот мне нравится, чтобы я был в это погружен на 150%. Потому что ты зависел, у тебя ничего еще нет. Да, да. И у меня такая же история была с Украинвест-клубом. Я до копейки выморозил свои криптовые сбережения. Я их положил в залог. Тоже печальная история. Я 80 битков положил в залог. Вытащил там чуть меньше полмульта. Пошел инвестировать в украинский реальный сектор. Биток потом падает. Часто нам кажется, что биток в последнее время рос, но в марте 20-го он сделал такую соплю вниз. Да, да, да. И мне банк сказал, уважаемый Дмитрий, ваших битков мы уже не уверены, что их хватит, чтобы вы вернули нам кредит. Поэтому мы ваши биточки сейчас по рынку продаем. И он их там распродал по 5, по 6 тысяч долларов. А сейчас он там стоит 60. Думаешь, твою мать. Нет, но это же не самая большая потеря, 80. У тебя было 5 тысяч, по-моему, да, биткоин? Я распродался тогда невыгодно. Когда-то давно, в 2011 году я распродался где-то около 2 тысяч биткоинов в среднем по 8 долларов. Вот это было жесть. Ну, слушай, это знаешь, как я уже стал на путь агрессивного инвестора. И там вообще очень сложно мерить отдельными сделками. Потому что провальных очень много. И выруливаешь ты там на диапазоне в 2-3 года. У меня есть огромное количество, конечно, невыгодных сделок в куче криптоактивов. А потом проходит 2-3 года. И вот в этом году, например, выстрелила, когда-то была такая монетка Нойя. Мы ее закупили с товарищем и с нашим сообществом инвесторов. Мы ее закупили тогда, по-моему, на 600 тысяч долларов. Казалось, высокорисковой ставкой. И она в этом году выросла в 70 лас. И ты понимаешь, ради чего все это. Вы еще владеете ее, да? Ну, понятно, на пике большинство вышли. У меня там позиция лично моя была не очень большая. Но для многих клиентов... Знаешь, приятно обзванивать топовых украинских предпринимателей и говорить, чувак, помнишь, там, 3 года назад ты со мной заходил в сделку, она была херовой. Так вот, херовое стало хорошее. Давай-ка, куда тебе подвезти соточку? Ну, как бы такая приятная забота. А сколько было сделок, которые бесславно провалились, и вот этого крючка вверх через годы не случилось? Я когда-то считал, что порядка 200 моих инвестиций просто ушли в ноль. Ты, получается, ты как человек, который, по сути, ну, для кого-то отвечаешь за их деньги, ну, под советом своим каким-то, да, возможно, бесплатным, который ты дал, и люди вложились деньги. Это такая вот ответственность, она тебя не тяготит? Я, извини, сейчас, прежде чем ты ответишь на вопрос, я просто недавно смотрел отрывок из интервью с... Тут никаких сравнений, просто я смотрел, действительно, с Мавроди. И у нее спрашивали люди, это эфир, по-моему, был на телевидении, спрашивали, ну, смотрите, вы же понимаете, там люди вешались, люди там, вы, ну, испытываете какие-то чувства типа вины за жизни людей, по сути, за их судьбы, он вообще нет. Ну, во-первых, я считаю, что это не, как бы, это государство развалило всю эту историю, если бы, вот, во-вторых, ну, как бы, люди знали, на что шли. Вот, вот, как тебе кажется, портрет, ну, сложно вкладчиков назвать инвестором, хотя в какой-то смысле они ими были. Вот, изменился ли портрет и твое к этому отношение, к этой ответственности? Ты знаешь, я в этом смысле могу, наверное, позавидовать пирамидостроителям, у которых всегда железобетонное объяснение, они строят систему, которая, очевидно, обречена привести инвесторов к краху, но они себя в этом смысле чувствуют красавчиком. У нас недавно на лобби, когда я выступал, мы в кулуаре разговаривали с одной такой компанией, они тоже строят пирамиду. Я их в этом, как бы, обвинил, сказал, что я считаю их нехорошими людьми. Назвать будем? Хотите, можем назвать. То есть компания была финсоветник, а пирамида, которую они строят, дай бог памяти, бит. Финсоветник? Ну, не так называется. Блин, вспомню потом. Окей, ну, не суть. Ну, не суть. Они у меня просто на канале рекламу заказывали года 13. Ну, да. То есть у нас была такая, как бы, дискуссия на повышенных тонах. Ну, у меня так не получается. То есть я, если что-то из наших инвестиций приводит к проблеме, а это неизбежно случается на таких объемах, у меня так это не получается просто игнорировать. То есть меня это гложет. Но нужно сказать, что столько, сколько делаем мы, столько, сколько делали мы даже в самые годы бурно растущего битка для объяснения рисков, мне кажется, что столько не делает никто. И это такой хрупкий баланс. С одной стороны, ты очень много раз, очень подробно объясняешь, как это все может закончиться плохо. А с другой стороны, всегда есть большое количество людей, которые хотят на тебя эту ответственность переложить. И сколько бы ты ни объяснял, что это плохо, что это не работает. У нас выходит регулярно видео на канале, где я всех прям пугаю. И все равно они через тебя зашли в эту историю. Но у них в голове остается мысль, о ком-то узнал от Карпиловского. Если с этим потом будет какая-то проблема, ну, будем говорить, что мудак он. Как бы, на мой взгляд, неправильно, но внутри, какая разница, люди в своей иллюзии потеряли деньги, мне это неприятно. И мы делаем много всякой социальной такой активности, когда компания начинает сбоить, что в украинском реальном секторе случается часто, или когда, ну, какие-то, знаешь, происходят такие сложные ситуации, мы включаемся, подключаем крутых юристов, помогаем, ну, если можно что-то спасти, помогаем это спасти инвесторам. Конечно. Ну, вот мы выпускаем расследование, находим свидетелей, делаем полномасштабные кампании, работаем с СБУ и так далее. Но мы же понимаем, что это редко приводит к восстановлению денег для инвесторов. Может быть, когда-нибудь какая-то кара найдет своего справедливого получателя, но денег это украинским инвесторам редко возвращает. Поэтому мы призываем всех крепко думать, неважно, инвестируешь ты во что-то типа консервативной условной недвижимости, или что-то высокорисковое типа биткоина, или что-то среднерисковое типа украинского реального сектора. Все равно нужно думать головой и инвестировать только, если ты готов потом этим заниматься. Окей, то есть это потому, что тебя это, как ты сказал, гложет. Я это воспринимаю как личное, хотя у нас везде висят дисклеймеры, что, друзья, ну, имейте совесть, это не совет, это не наши кампании, мы их за руку там не держим. В итоге это меньше теперь хейта, чем в 17-м? Ты знаешь, мне кажется, что хейта меньше, потому что эмоциональный накал меньше. Ну, то есть, условно говоря, когда человек тебя сильно боготворит, и он потом разочаровывается, он тебя потом и сильно хейтит. Если человек как бы сразу, ты строишь с ним более-менее деловые отношения, нет у этой любви, нет потом и этой ненависти. То есть сейчас хейтеров стало меньше. То есть не надо в себя влюблять, да? Ну, это опасный путь, скажем так. Это классно для бизнеса, если ты можешь в себя влюбить, и ты на этом строишь бизнес, ты на этом можешь больше зарабатывать. Это один из возможных путей, но нужно четко понимать, что у этого есть и дробег, у этой медали есть оборотная сторона. Ну да, 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 ты прав. Хорошо, а вот портрет инвестора, как тебе кажется, поменялся? Люди всегда будут хотеть легких денег, гарантированных? Ты знаешь, я думаю, что люди всегда будут хотеть, но тут вопрос, знаешь, в крипте когда-то была такая фраза от одного очень крупного известного криптана. он сказал, в рынке был запрос на то, чтобы быть обманутыми, и мы этот запрос удовлетворили. Исполнили. Типа люди все равно хотят лотереи, хотят вот этих вот... Да, ну как бы единственное, что я смог этому противопоставить, я просто ушел из этой индустрии и перестал заниматься тем, с чем у меня вот было это моральное несоответствие. Бог это там, не знаю, депрессия после этого периода? Конечно, у меня было там такое серьезное выгорание, пару месяцев повалялся к овощам, смотря в потолок, но потом как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть. Телефон выбирал при этом на тумбочке? Слушай, знаешь, интересная история, я же очень долго тянул компанию, когда она уже стала убыточной. То есть, когда начинают падать инвестиционные активы, первое, от чего отказываются, это, понятно, образование. Ну, зачем учиться тому, что, очевидно, приносит убыток. Но при этом я не хотел увольнять людей. Мы очень долго тянулись с сокращением штата. Большая команда была? На пике 127 человек. То есть, чтобы ты понял, мы выросли за 4 месяца. В августе было 4 человека, в декабре, январе было 127. И мы не вовремя начали их увольнять, хотя были дни, как у нас, по-моему, в пиковый день, мы за один день уволили 60 человек. Ну, то есть, это тоже как бы нелегко. Слушай, ну, такая... И это шафуарный мир был еще, то есть, это прям нужно было выйти к людям и сказать, или ты их каждого приглашал? Да, да, да. У нас офис полторы тысячи квадратных метров возле вокзальной. Ты выходишь, говоришь, друзья, сегодня половина из вас как бы пойдет домой и больше сюда не вернется. Вот так прямо? Сейчас тут будут два кабинета, вы распределитесь между нами, мы будем с вами там беседовать. И выходя из кабинета, вы будете узнать, приходить вам завтра на работу или не приходить. То есть, ты вот так, ну, такая, не с такой, наверное, улыбочкой, наверное, на лице. Слушай, знаешь, сейчас любые такие истории, сейчас можно вспоминать, они уже, как сказать, они так пылью припали, и сегодня их можно рассказывать, как будто это какой-то анекдот, который тебе когда-то кто-то рассказал. Как не с тобой, да. Как не с тобой. А тогда, слушай, ну это ж дикие истории. Очень быстрый рост, своя феерия, очень много работы, там 20 часов в рабочий день, 6 кальянов за день, как бы норма выкурить. Плюс это сама по себе тематика такая. Сейчас опять об этом вспоминаешь с улыбкой, а у нас было куча интересных кейсов. Моего товарища, которому я отдал деньги, он их должен, я уже не помню, куда-то завезти, его во дворе заблокировали две машины, пытались ограбить. К нам на корпоратив ворвались быки, пытались меня в лес утащить. Тебя имя? Моего товарища. Из-за кто? Из-за чего? Какие-то претензии, да? У них кто? У них была какая-то тема, типа, почему им казалось, что надо со мной в лесу вопросы порешать. И как-то... Приходил брат... Кто он был? Брат... Брат помощника генпрокурора, были депутаты. Ну, каждый говорит, что кто-то вымогал, кто-то взятку хотел, кто-то еще что-то. У кого-то были какие-то претензии, типа, я четыре месяца назад слышал от тебя на какой-то конференции, что биток – это хорошо. Хотя на конференции я говорил, что биток – это плохо. Но человек так запомнил. Да, да. Я слышал, что это хорошо. Вот я купил биток, вот я потерял, верни мне теперь скотина. Ну, то есть, историй было огромное количество, и хороших, феерических, прикольных, и таких вот стрёмных, бандитских, каких-то непонятных. Вот если так, не пытаясь создать тут специально хайп, была реальная угроза для жизни? Ну, я один раз ночью уезжал из страны втихаря, потому что у нас была информация, я улетел в Цюрих. Ну, то есть, ситуации были, так вот, чтобы прям кто-то с пистолетом у виска стоял, вот такого не было. Такое у меня было до, до хайпты. Один раз в моей жизни такое было. Ну, а как ты сокопался? Слушай, делали прикольную сделку, ничего не предвещало беды. Покупали какие-то штучки-дрючки, и нас кинули. Ну, мы плохи были, неопытные, и нас прокинули. Я приехал на разборки, разбираться, что в ситуации случилось. Приехал со своим товарищем, который операционно отвечал за эту сделку, и мы заходим к ребятам в офис, там сидят два дагестанца, уже вооруженные, и нам объясняют, что как бы то, что сделка не получилась, это полбеды, но как бы деньги надо, чтобы вернулись. И вот у нас были такие длинные переговоры, которые закончились, ну, я был настолько прав, ну, как мне казалось, что я был настолько уверен в своей позиции, что когда меня спросили, либо ты сейчас подписываешь договор займа, что ты нам эти деньги должен, или мы везем тебя в лес, я сказал, ну, везите в лес, я считаю, что я тут прав. Ну, и они уже стушевались. На понт взял, да? Не, я был, правда, готов. Мне было уже настолько по барабару. Это очень такой, знаешь, это сейчас, так прикольно об этом рассказывать, это очень нервная история, ну, понятно, раскаляет мозги. Ты уже сидишь и думаешь, пить оно все конем. Зачем оно надо? Везите, конечно. Вот, кстати, вспомнил, была похожая ситуация. Что все Диму хотят в лесу везти. Да не знаю. Может, на шашлычок, может, на природу погышать. Будем надеяться. Я говорю, вот ты спросил, я не мог вспомнить, сейчас вспомнил, одна ситуация такая была в Киеве. Клиенты наши, которые считали, что мы им должны, 4 часа сидели в закрытом ресторане Ронин, сейчас он уже совсем закрыт, а тогда под них... Дима, привет. Просто закрыли. Которые, да? Да, да, да. Так что они сидели? Кто сидел? Нет, мы вели переговоры. Но эти переговоры велись в ключе, я тебя сейчас колено прострилил, вот, знаешь, в таком ключе были переговоры, и встала мне эта история потом, что в минус 100 тысяч долларов примерно. То есть, я был прав, но их старшие товарищи оказались сильнее моих старших товарищей, и мы там как-то типа с половинки договорились, что-то такое. Ну, в общем, украинский бизнес, чтобы ты понимал, я же тут никогда не жил, то есть я уехал со всем пацаном, ничего страшнее торговли кактусом, я так сказать, в Украине не переживал. А потом в тепличных условиях учился там в штатовской программе, в Германии, жил в Германии, все так очень стильно, размеренно. И вот я возвращаюсь в Украину, и буквально через пару месяцев вот такие вещи начинаются. В лес. А что, почему ты вернулся? Там скучно жить. Реально скучно жить. Ты за эмоциями, да? Ну, ты получил их сполна. Ну, я же в душе авантюрист. Да, я в душе авантюрист. Там приключения надо искать, а тут от них только успеваю уворачиваться. И вот этот, знаешь, другой темп жизни, он меня подкупил. Ну, и плюс, понятно, шикарная гастрономия, женщины, все кроме климата классно. Да, вот климат меня немножко смущал. В Киеве. Конечно. Ну, бизнес делать круто, инвестировать круто. Куча талантливых айтишников. У меня же все бизнесы, все инвестиции раньше были айтишные. В реальный сектор я ушел. Мои первые инвестиции в реальный сектор были в конце 2019 года. До этого у меня была только цифра. Когда вы, собственно, клуб запустили. Да, да. Вот наша первая инвестиция в реальный сектор была, по-моему, полиграфию мы профинансировали. У меня в итоге теперь висит на стене большой, напечатанный на этой полиграфии 100-долларовый холст. Не инвестируй в полиграфию. Ну, он мне в итоге обошелся тысяч. 78. Слушай, а как можно было в 2019 году? Я просто не понимаю, ой, типа, бизнес, он растущий, разве, этот полиграфия? Я не знаю. Ну, вот... Печатают постоянно все еще, какие-то листовочки. Такое впечатление, что это, знаешь, как будто бы не на... Не бизнес будущего. В малом бизнесе очень сложно мерять глобальными трендами. Это, знаешь, когда у тебя, например, там 10% украинского рынка курятины, то для тебя глобальный тренд курятины, он важен. Ты от него не можешь уйти. Когда у тебя одна лавочка, то глобальный тренд тебе по барабану. Потому что у тебя один удачный какой-то маркетинговый ход, какое-то удачное изобретение, удачное позиционирование. Ну, то есть что-то тебя вообще ставит в поперек всем возможным трендам. И мы часто делаем ставку на такие малые бизнесы, где ты понимаешь, на падающем рынке бизнес может расти. И на растущем рынке бизнес может банкротиться. Пока это не что-то масштабное, что-то очень маленькое. Это крутая мысль. Или об этом знают все инвесторы? Слушай, я не знаю. Ты знаешь... Я об этом так не думаю. Я наоборот часто говорю о том, что наша же тема франчайзинг, что маленьким очень тяжело всегда и будет дальше. То есть глобализация... То есть банально ты не можешь получить лучшую цену от поставщиков, если у тебя одна кофейня. Сто процентов. То, что будет сложно, вопросов вообще нет. Но я думаю, ты сам видел кучу кейсов, где общий рынок... Но какая-то сегодня волна в целом, наверное, на него не влияет. Общий рынок может лететь вверх или вниз, а в твоем маленьком бизнесе на 90% все зависит от твоих действий, а не от общего тренда. Каналу получается чуть больше полутора лет. Ну, что-то типа полтора года. Почти два года уже скоро. Вот один год назад первый ролик вышел автовыкуп 24 декабря. Ага, вот собственно... Ну, с года два года. Будете праздновать. Надеюсь, тогда на вечеринку никто не ворвется. Надеюсь. Что тебе дал канал? Как будто бы тебе и до этого хватало внимания. Слушай, я вниманием перенасытился давно, и я был счастлив уйти из публичной сферы. Но, к сожалению, на незрелых рынках, где нет сложившегося спроса, где нет обученного покупателя на твои услуги, у тебя есть только один шанс. Тебе надо греть космос. То есть надо излучать много энергии, делать большие охваты, наносить всем непоправимую пользу в надежде, что со временем рынок поймет ценность этого и начнет у тебя что-то покупать. У нас, кстати, точно так же сработало. Мы космос грели гораздо дольше, чем вы, конечно, но мы начинали просто с двенадцатым. Слушай, у нас канал, наверное, год был убыточным. То есть, ну, не сказать, что прям... В смысле, никакого эффекта особого не было. Ну, его очень сложно померять в общем этом. Но сам канал вот сам по себе. Мы же зашли в очень сложную нишу. Мы взяли с точки зрения продакшена сложный формат, наложили его на сложную тематику, дорогой. И в итоге на рынок, где такого никогда не было. То есть, в Украине до нас вообще не было контента об инвестициях в какой-то реальный сектор, ну, кроме недвижимости. Да, там, понятно, много желающих. Но вот так, чтобы кто-то приехал, показал завод, как он работает и объяснил, как на этом заработать. Ну, условно говоря, бизнес-канал этим занимались какие-то. Хотя в Украине, собственно. Слушай, ну, ты знаешь, это, наверное, большая, как бы, это большой спор о том, где грань между применимым контентом и философским контентом. но мне кажется, ну, и рынок это так воспринял, что в тематике инвестиций вот это был наш такой первый канал, который дает подробные с полей репортажи, применимые на практике. То есть, где ты можешь конкретно в эту компанию вложить или пойти и аналогичным образом приумножить свой капитал. Так, я подсортил ролики по, ну, самые просматриваемые в начале. Так, топ-7 лучших инвестиций. Гордон, естественно, тут затесался. Оптика фёст, смешная обложка. Не покупайте доллары, тут понятно. Кликбейтом балуемся. Так, инвестиции в таунхаусы. Ты рассказывал мне этот кейс, да, вы устроили взбучку компании, которая там что-то не так сделала с вашими инвесторами. А, про электроюэ. Ну, она не с нашими инвесторами, она весь рынок испоганила и кинула кучу народу, но как-то никто не мог, ну, то есть, они продолжали пылесосить денег, то есть, они уже сотням инвесторам не оплатили, но продолжали пылесосить деньги. И мы с ними встречаемся на каком-то ивенте. Меня пригласили, я прихожу на ивент, и эти ребята выступают на сцене, рассказывают, на космических кораблях, как мы тут сейчас все заработаем. Ну, как бы, я не сдержался, обвинил их, пока они были на сцене, да, я их обвинил, там были вопросы после доклада, я там задал пару точечных вопросов, обвинил их в мошенничестве, они пытались съехать-съехать и съехали на то, что, в общем, они на сцене публично признали, что выплаты инвесторам они делают не из заработка бизнес-процесса, а из каких-то других источников. пирамида. Ну, по сути, да. Ну, как бы, я думал, что на этом все закончится, но как-то это особого резонанса не имело, всем было плевать и все продолжили нести деньги. Но мне показалось, что это плохо для рынка, мы сделали журналистское расследование. Чувствуешь себя по требности быть защитником угнетенных? Ты знаешь, мне это каждый раз вылазит боком, но вот я где-то, наверное, не могу остановиться. Ты просто в следующий раз можешь в лес поехать на электромобиле, имея в виду. Слушай, они же пытались подобную историю инсценировать, есть заявление в генпрокуратуру о том, что я, значит, злобный рейдер, там, что-то там. Ну, это очень ушлые ребята, но вот как-то не сдержался. Я посчитали, что козлов надо... Я просто не такой авантюрист, давайте с ним перестанем их обсуждать, а то еще ушлые ребята обратят внимание. Еще и на тебя. Еще и на меня. Я в лес, кстати, сам езжу, все нормально. Спокойно себе в этом. Мне не нужно подвозить. Слушай, странно, где в топе, почему не в топе ролик про B2B, джевури. Где-то он... Ну, я смотрел его сам. На нем было много подосмотров, я помню. Вот, но не суть. Я к тому, что... не знаю, что там еще не перетерто относительно этого кейса, но в целом, ты мог бы его как-то охарактеризовать? Что это? Жадность. Ну, вот это жадность. Ну, это МММ, украинский МММ, да? Условно? Ну, я бы их не сравнивал, они все-таки разные. В этом смысле МММ был намного честнее, особенно вот последние МММы. Они же... В чем была новизна идеи B2B джевури? Что они придумали? Когда ты говоришь, дайте мне денег, я вам верну через три месяца в два раза больше, это для людей пахнет каким-то обманом для любого адекватного человека. Иногда жадность побеждает, но изначально понятно, что что-то не ладно. Тут ребята придумали фантастическую легенду, они говорят, вы не даете нам никаких денег, вы покупаете продукцию. Вот ты покупаешь какое-то там золотое кольцо за тысячу долларов, и тебе это тысяча долларов полностью возвращается, и еще потом какая-то прибыль капает. Хотя кольцо у тебя, ты там подарил кому-то или носишь. И вот это была новизна. Настоящие магазины с настоящими украшениями, где все выглядит для человека, не сильно глубоко разбирающегося в финансах, все выглядит очень честно. Вот оно. Ребята торгуют, два покупателя в месяц. Не могут же 300 магазинов по всему СНГ все быть обманщики. А они били же в самую, так сказать, незащищенную аудиторию. Половина же этих магазинов это райцентры. Ну, то есть, где люди прям неопытные в этих вопросах. И в этом смысле они, конечно, на пылесосили денег очень много. А они это придумали, как ты думаешь? Или их кто-то там конфликнул? Знаешь, я не интересовался. Ну, это наверняка не они первые придумали эту модель, наверняка где-то подсмотрели. Но для Украины, для СНГ это был прям новый виток. Печально. Ну, как бы нам-то это было очевидно сразу. Ну, и в какой-то момент мы сказали, не, ребята, ну, окей, значит, надо делать. Пошли. Вот Лена как раз была у нас под прикрытием со скрытой камерой. Мы там ловили, ловили, как сказать, этих отбитых пирамидосников, МЛМщиков, которые нам рассказывали, что это новая экономика. Биткоин, мы ее не можем абсолютно объяснить. Это все ерунда, но как бы вот новая экономика, она здесь. В кольцах. Ну, в итоге, я надеюсь, что мы кому-то смогли помочь. Потому что после выпуска про Электро и Украин мне человек 20-30 написало, и на каких-то ивентах подходили, благодарили, потому что они планировали туда инвестировать. Вот они уже были в шаге от того, чтобы занести денег, и тут увидели и остановились. Я считаю, что это хорошо. Хотя столько, сколько нам проблем прилетело от этих двух роликов, ну, мне, наверное, за всю крипту столько не было. Ну, у них же какая стратегия? Если тебя изоблачили, ну, что ты можешь сделать? Ты можешь только дискредитировать того, кто это сделал. Ну, конечно. Электро и Украина начали штамповать кучу роликов. Сначала о том, что мы чернобыльские мутанты, ну, полная дичь. Потом... Так, это интересно посмотреть даже. Можно найти? Я бы тебя потом найду. Чернобыльские мутанты. Да, но он там, Дмитрий Карпиров, в 86-м году, Житомирской войны, чернобыль, совпадение, не думаю. Мы потом нашли этого чувака, который это снимал. Он нам рассказал историю, как это было. Он работал в Электро-Украине чем-то типа оператора, говорящей головы. Ему не платили зарплату. Ему пообещали, если он эту херню наговорит, в общем, наснимает этих роликов, что ему выплатят зарплату. В итоге не выплатили зарплату. Мы его встретили на съемках. Мы поехали снимать завод в Харьков, который производит электрозарядки. И вот он там, красавчик, работает в коллективе. Я думал, что он ему морду набьет на месте. Но мы так типа придержали коней, послушали историю. Саша, это партнер Димы по клубу. Вот, то есть мир очень тесен, и эти товарищи сильно брыкаются. Это и заявления, и боты в чатах, которые там спамят. Ну, то есть, знаешь, иногда по мелкому гадят, иногда крупно гадят. Ориентацию тебе меняли уже? Нет, такого еще не было. Но это время не за горами, я уверен. Да, ну, в общем, к тому, что путь этого рыцаря в сияющих доспехах, он как бы нелегкий. В гавайских рубашках. В моем случае в гавайских рубашках, да. Но, знаешь, мне очень нравится, как Жванецкий когда-то сказал, что писать, как и писать, нужно, когда уже не можешь терпеть. Вот у нас такая история, я не хочу снимать разоблачение, потому что это для бизнеса супер невыгодно. Но иногда это настолько вопиюще, что уже просто невозможно сдержаться. Ну, а потом уже терпишь, прилетает со всех сторон. Круто. Так, давайте сделаем небольшую паузу, скушаем твист. Я не знаю, я хочу пиво. Ты хочешь пиво, да? Я не заставляю. Я хочу попробовать, потому что мы когда с Женей у тебя познакомились, сначала в Одессе, по-моему, а потом еще раз уже на встрече. Вот. Видишь, все запускают клубы, клубы, и мы тоже решили. Женя, собственно, основатель Underwood, наш клиент по другому своему проекту, где он сооснователь, контейнер-бак. Крутая, кстати, история очень. Мы недавно им придумали позиционирование. Мы вынуждены уже залезать на территорию маркетингового агентства немножко. Уфедер его хлеб отъедает. Да нет. Вряд ли бы, вряд ли бы это, вряд ли это сработает. Позиционирование «Братство пива». То есть мы про то, что они чем-то надо объединять. Вот мне кажется, идея «Братство» очень крутая. Дим, за что? За бабки? Да, но как-то скучно. Скучно? За любовь-то, да? За мир во всем мире. За мир во всем мире. Это совершенно. Это у них Киев-лагерь. Они как это объясняют. У Киева никогда не было своего пива. Оно было, но до 1917 года. 1900, не твоего, 1917 года. Продавец. Вот. И после этого было там львовское пиво, было еще какое-то черниговское, но киевского не было. А киевским пивом изначально является просто хелес. Это обычный лагер, золотистый лагер. Вот они его решили сделать. По сути. У них это самое продаваемое пиво, хотя я, ну они вообще картовики, у них гораздо есть более прикольные, как по мне, сорта, типа милкшейки. А это попса. А он не так это объясняет. Смотри, Ром, ты просто на этом уровне сейчас находишься, а потом люди возвращаются назад. Они пьют сначала чисто там пилзный лагер, потом они пьют, например, ипу какую-нибудь уже, потом начинаются сауры, это такое число. Потом доходит до Берли-Вайн, это уже такое на грани вина, оно очень такое насыщенное. И потом они могут вернуться назад, потому что к простым, понятным, на каждой. то есть в Германии ты не подсел. Расскажи о жизни в Германии, то есть скучная жизнь, но что-то там, чему тебя этот опыт научил? Ты там работал уже в Белл, да? Я сначала учился в Белл, я в Белл толком не успел поработать, потому что они слились с крупным французским концерном Alcatel. У меня была возможность, можно было поработать в крупнейшем производителе телекомоборудования в мире, который получился от этого слияния, он назывался Alcatel-Lucent, но они уволили половину команды, ну то есть там слилось два гигантских концерна, и кампус, на котором работало 1600 человек, где я три года как раз учился, там примерно половину уволили. Тоже как ты в 2000 там каком? Ребята, сейчас в кабинеты разойдемся? Да, и я подумал, что как-то как раз уволили тех людей, с которыми мне было интересно, а у меня давно было шило в заднице, то есть я все три года пока учился, у меня были свои проекты. Параллельно я в 2004 году проинвестировал в Avax Home, на тот момент небольшой сайтик, который распространял музыку, фильмы, книжечки, типа Pirate Bay, только маленький. господи, ты мне напомнил, мы с тобой олдфаги, можем как бы можем... Я уже об этом сайте успел забыть со своей жизнью. Так, вот, и... Существует еще интересное? Pirate Bay, слушай, я думаю, да, такие вещи... Ты просто торт не качал уже типа давно. Too big to fail. Вот, ну короче, получилось, что у меня все время было свое, а тут еще и как бы близких мне по духу ребят поувольняли, я подумал, я уже уйду в свое. И... Вернулся в свое? Полностью... Не, нет, это 10 годами ранее, до переезда. И просто сфокусировался на цифровых штуках, начал пилить сервисный сайт, наделали кучу всего. Ну, то есть я инвестировал, мы что-то разрабатывали, потом я в этом продавал долю. Такая венчурная история. Слушай, расскажи про Белл. Интересный был опыт? Вообще, на всякий случай, многие, наверное, уже не знают, не помнят, Белл – это чувак, который изобрел телефон. Yes. Но это не самое значимое изобретение лаборатории Белла. Транзисторы. Транзистор, Unix, языки CC++, мобильная сеть 3G, UMTS, предшественник, ну и вообще как бы все мобильные сети. Ну, то есть все, что связано с коммуникациями. Вообще, в принципе, все, чем мы сейчас пользуемся, сделано на технологиях, которые придумал Белл Лэбс. Но специфика в чем? Такой Apple, но только не такой хайпл. Они никогда не делали продукты для потребителей. То есть они делали технологии, на которых продукты строили остальные. И сегодняшние Google, Facebook и Amazon, они там на 80% построены на том, что придумали ребята. Вот интересно, что такие компании, несмотря на отсутствие, ну в каком-то смысле этого, там любви покупателей конечных, они существуют уже сколько там, практически столетиями? Да. О них особо никто не знает, ну вне. Вот поэтому я решил упомянуть, потому что это на самом деле историческая личность была. Ну как бы они для себя выбрали такую штуку. Мы делаем фундаментальные вещи, а фундаментальные вещи не интересны обывателю. Вот когда кто-то возьмет фундаментальную штуку, наклеит на нее логотип и начнет продавать в магазинах, вот это естественно тоже можно было тихонечко заниматься, правильно? И в общем-то, но вот это как будто бы не наш свой путь. И фанчайзингом я имею в виду. То есть можно как Белл сидеть там тихонечко делать какие-то штуки для каких-то компаний. Слушай, наверное можно, но у меня как бы, это может особенность какая-то моя, мама учитель, папа учитель, бабушка учитель, как-то может на роду написано, я не знаю. Нет, я себе это потом, сильно позже, чем я начал проповедовать, объяснил так, что я не умею налаживать, поддерживать контакты с людьми. Ну вот просто не умею. Почему? Ну я не знаю, мне это не дается. Поздравлять с днем рождения, интересоваться, что как дела, первым позвонить, ну я, вот у меня вообще не получается. И, но при этом, что-то как-то нужно развивать. При этом клуб сделал, где как будто бы коммуникация является. Вот, и я для себя понял, что если я не умею строить отношения, их вести тет-а-тет, то мне надо строить один ко многим. То есть мне нужна трибуна, где я буду выходить на трибуну, делиться своими мыслями, а те, с кем эти мысли синхронны, они потом сами подойдут, мне не надо за ними бегать и спрашивать. Это, кстати, очень крутая теория. Ты об этом еще рассказывал, когда мы с тобой там, курили кальян, наш с тобой любимый, и ты рассказывал, что вы вообще не любите заниматься вот этим вот фейс-то-фейс продажами, то есть вы собираете людей в клубы, в чаты, еще куда-то, и им вместе это закидывать. Я думаю, что это, знаешь, как любой бизнес-проекция собственного, вот это какая-то такая история. Я это сам не люблю, и у меня поэтому в голове приходят мысли, что почему бы это не сделать вот в формате один раз написал, все прочитали, один раз записал, все посмотрели. У тебя в клубе есть партнер, Саша Тихомиров. он обычно же говорят, что там партнеры являются противоположностями в чем-то, то есть вот Возник был этим задротом, создателем продуктов, то есть крутым, ну не программистом, наверное, как правильно сказать, крутым технарем, инженером, а Джобс был этим маркетологом, вот этот весь шумок донести и создать вот эту вот любовь клиентов. У вас как-то роли распределены в клубе? Я думаю, что мы в этом смысле тоже достаточно противоположные. Кто из вас задал? Тот, кого нет сегодня? А мы поделили по другой линии. Я не переношу операционку вообще ни в какой форме. Мне прямо от нее тошнит и становится плохо. Я недисциплинированный. А Саня наоборот. То есть система это его, да? Да. Пройти, попинать людей, поузнавать, уточнить, вовремя все назначить. Ну, то есть вот все административные штуки я делаю ужасно. А Саня за счет дисциплины у него это получается хорошо. И наоборот. Если надо выйти на трибуну и вещать, то Саня не любит. Он как бы не хочет быть публичным. А мне наоборот. Он наслушался просто от тебя историй про лес. Мы же как раз там и познакомились. В лесу. Не совсем в лесу, но в криптанские времена. Он приехал к тебе забирать свой, да? Слушай, веселее было. Свой выигрыш. Саня, он мне до сих пор это вспоминает, он заплатил мне 2000 долларов за 40-минутную консультацию. И это как-то... Это показалось ему несколько переоцененной, да, историей? Ну, он добровольно. Я его в лес не возил. Вот. Он очень хотел познакомиться, понятно, решить свои криптовые вопросы, но и как-то познакомиться, понять, что как. Ну, и это у него замечательно получилось. То есть мы задружились, разобщались. Он начал строить инвест-клуб внутри нашего криптового сообщества, оффлайновые встречи. Ребята, кто инвестирует сотни тысяч долларов. И когда крипто-нет мы закрыли, и когда уже стало понятно, что образование про крипту уже все, то в следующий проект мы перешли вместе, а потом уже Укринвест-клуб сделали тоже вместе. То есть это такой... Весь этот путь начался, по сути, с этой консультации. Получается, тут по-другому не получилось бы, если бы он не был какой-то дополняющий тебя, и ты его частью. Понятно, про партнерство. То есть в целом, вот история, в общем-то, не оригинальна, в том смысле, что партнеры разные все. Смотри, ты в какой-то момент, получается, зашел на рынок около франчайзинговый, на котором мы всегда были. Это не в смысле, что ты... По вашей территории. Кстати, на прошлой неделе Вадим, по-моему, Шичко, основатель оптики First, сделал пост, что они уже обогнали люкс-оптику. На это им потребовалось всего лишь полтора года. В последнюю очередь, благодаря клубу, сколько вы им привлекли? Больше ста... Больше ста точек наших ребят. Это которых мы знаем. Куча входов, о которых мы не знаем. Просто услышали и потом пришли как-то по-другому. Вот. Это круто. То есть вы, по сути, приложили руку к строительству большой-большой сети. Ну, это не первый, я надеюсь, не последний раз. Да. Слушай, у нас же очень понятная история. Мы ищем штуки, которые приносят инвестору деньги. Есть куча франшиз, которые могут быть успешны, как франшизы, но, к сожалению, не очень успешны для инвесторов. Есть куча франшиз, которые могут показать какой-то успех, пока ими управляет собственник. Но как только эта история начинает тиражироваться, эффективность теряется. И вот в оптике сошлись вот эти несколько факторов. Сама по себе бизнес-модель хорошая, устойчивая. Плюс инвестиционная модель, которая позволяет инвестору не сильно париться. И отточенность процессов, которые позволяют не падать системной эффективностью. Кому это подходит лучше всего? Давайте на всякий случай, для тех, кто сейчас потерялся немножко, есть такой краткий ликбез. Есть условно два типа франшиз, активный и пассивный. Активный, когда вы покупаете франшизу и работаете в условной кофейне, магазинчике, фитнес-зале. Как операционщик, вы покупаете себе работу. И есть пассивные франшизы, где вы выступаете в роли инвестора, получаете дивиденды, которые в реальном бизнесе обычно немножечко выше, чем те же инвестиции в недвижимость. Множечко выше, я бы сказал. Да, но я так аккуратненько тоже стараюсь, чтобы не перевозбудить зрителей. И менее рискованные, чем инвестиции в ту же криптовалюту. И в случае с пассивной франшизой управляете вы, ну если это вы делаете, управляет компания, а инвестор, собственно, получает бабки и ничего не делает. Более того, ему запрещено даже вмешиваться в бизнес. Слушай, мне нравится идея, когда ты покупаешь активную франшизу, опять, знаешь, проблема, в рынке нет терминологии. Непонятно, как их называть. Обычная, стандартная, активная. Я, смотри, знаешь, я пришел к тому, что пусть звучит немножечко странненько, но активная и пассивная, она понятная, потому что инвестиционная, управленческая. Блин, хрен поймешь. Если ты покупаешь себе активную франшизу, то это ты купил себе работу. Да. Если ты покупаешь пассивную франшизу, то это ты купил себе инвестицию. Она со своими рисками, но мы надеемся, что не нужно будет хотя бы работать. Так вот, заканчивая ликбез. На рынке сейчас в основном действует, если судить по количеству, активные франшизы. Их всегда было больше. Их там условно сейчас 99%, может быть, 98%. Ну, большинство. Конкуренция, ну и, соответственно, и конкуренция. То есть в Украине их там 600-700, вот примерно такое количество. Если сказать про пассивные, ну их чуть больше десятка, наверное, те, кто заявил активно, активно-пассивно развивающихся. Ну, думаю, до двух десятков. До двух десятков, наверное, есть. Итого, можно, если вы хорошо умеете управлять, правильно, да? То есть в первую очередь подходит тем, кто научился управлять и не боится этого. Запускать у себя эта модель, по сути, это привлечение инвестиций в ваш бизнес. Без потерь в виде, там, потери доли инвесторов, без кредитных средств, где вы подвязываетесь под соответствующие обязательства. И без чего еще? Без вынимания денег из своего бизнеса, семьи. Ну, нужно сказать, на своих условиях. То есть это же тоже очень важно. Потому что куда бы вы ни пошли за деньгами, вы получите деньги на условиях инвестора. Итого, для кого, кто может у себя запустить пассивную франшизу, кому это подходит лучше всего? Твое видение? Смотри, мое видение, и оно простое. Вот от чего, где бутылочное горлышко у большинства компаний, которые вот развиваются таким масштабированием. Либо это поиск локаций, либо это деньги, финансирование на открытие этих новых точек, либо это управление. Вот если вы бежите, как бизнес, от проблемы с управлением, то пассивная франшиза этот вопрос не решает. Если вы бежите от проблемы поиска локаций, вы думаете, что сейчас в франчайзе, как вам тут все, как найдут. Эту проблему, к сожалению, пассивная франшиза не решает. Потому что инвесторы пассивных франшиз, как правило, не опытные предприниматели. Они точно так же не умеют искать локации, как их не очень умеете искать. И даже в активных это часто не избавление от проблем. К сожалению. Подходит это тем бизнесам, у которых уже точно устоявшиеся процессы. Потому что пассивный инвестор, в отличие от активного франчайзи, не очень любит изменения. То есть строить самолет на взлетной площадке, на поле уже не получится с пассивным инвестором. Второе. То есть отточенность процессов. То есть это действительно должно быть масштабирование, а не ковровое тестирование. Управление централизованное в хед офисе должно быть очень четким. Потому что опять-таки инвестор обычный, от него скрыты все детали. Инвестор в пассивную франшизу видит детали. Если вы херово управляете его точкой, он это видит. И соответственно тоже с таким инвестором будет очень сложно. То есть размыть деньги здесь не получится в своем бизнесе? Надо показывать, сколько приносит конкретная точка. При желании можно все. Но если уже бизнес идет в масштабирование через пассивную франшизу, он должен быть готов к открытости. Он должен быть готов к той критике, которая неизбежно возникнет, если он будет управлять плохо. Он должен быть готов сосредоточить все управленческие функции на себе. А это значит неизбежно, что нужно там же централизировать вопросы поставок, закупок, контролинга и всего остального. То есть это должен быть уже очень хорошо системно налаженный бизнес, чтобы пассивная франшиза для него сработала. А иногда такие компании, которые научились уже хорошо управлять, у них там все выстроено системно, и локации они умеют находить, говорят, нам не нужны деньги. Деньги мы где-то находим. То есть в таком случае... Смотри, давай так. Понятно, что нельзя взять какой-то универсальный продукт, который можно будет натянуть на абсолютный бизнес. У меня просто есть версия для таких ребят. Я говорю, смотрите, а вы, например, можете открыться в абсолютно всех локациях, даже недоступных для аренды? Они говорят, ну, соответственно, нет. Я говорю, с помощью пассивной франшизы можно выходить в том числе на владельцев какой-то недвижимости прикольной, которые не планируют ее задавать, потому что они не хотят зарабатывать на аренде. Но если бы они этим бизнесом еще и типа владели, как инвестор... Это интересная модель. Она даже иногда бывает более интересная. Вот что мы будем сейчас тестить на оптике. Там есть от пассивной франшизы три таких спецэффекта, которых большинство бизнесов не ожидают. Первое – это когда ты начинаешь продавать пассивную франшизу, повышаются продажи активной франшизы. Ну, что тоже просто приятный бонус. Второй момент. Пассивная франшиза дает тебе доступ к пассивным инвесторам, как ты сказал, у которых есть свои помещения, до которых обычно не достучишь. Акционер, какой-то там, не знаю, вокзал, ну, какая-то инфраструктурная или историческая часть города, которая просто не сдается в аренду, но может там быть какой-то бизнес, например. Ну, это в целом интересная аудитория, плюс они могут тебя развивать быстро. Третий момент. Ты прав, что когда бизнес мыслит категориями, вот я сейчас открываю три точки в месяц, а три точки в месяц я могу профинансировать сам. Сто процентов. Может, ради трех точек в месяц смысла нет. Но, например, в оптике в пике мы доходили до 20 точек в месяц. Понятно, что когда я говорю, мы, что мы, мы даем деньги. То есть понятно, что красавчик. И то не выдаете деньги. Даже не мы. Вообще, как это, мимо крокодил. То есть получается, что... Это вот эта вот скорость роста. Если мыслить так, там, тремя точками в месяц или пятью, действительно, может быть, этот приток денег не нужен. Но если есть запас управленческий, если есть запас операционный, если есть запас маркетинговый, ты понимаешь, что можно расти быстрее, то выход в новые регионы, выход в локации, которые недоступны в рынке, и открывается возможность вообще для новых моделей. Вот, как я говорю, с оптикой у нас сейчас будут первые тесты, модели, где инвестор покупает помещение. То есть это помещение вообще никак не планировалось под аренду, или оно сдается там, не пойми кому. То есть ты его так в рынке не получишь. Но инвестор с удовольствием купит это помещение, плюс купит твою франшизу, чтобы вместе у него окупалось это помещение быстрее. Знаешь, есть еще не очень очевидный, но можно его считать, там, четвертый бонус – это то, что твои пассивные инвесторы, как правило, еще могут быть достаточно крутые ребята. То есть имеется в виду, что они могут тебе поема денег дать возможность еще получить какую-то экспертизу. Например, в оптику First инвестировал Артем Бородатюк, Netpeak, который является опытным в сфере продвижения в диджитале. У него есть, собственно, группа компаний Netpeak. И, насколько я знаю, они сейчас работают с оптикой по вот этой вот части. То есть ты получил и деньги, они вложили, по-моему, больше, чем 10 объектов вместе с партнерами. И ты получил еще как бы заинтересованного в твоем успехе подрядчика по, например… Слушай, ну это классика в таких же инвестициях. Когда ты начинаешь делать что-то публично, у тебя открывается доступ к определенному ресурсу. Ты можешь найти себе смарт-инвестора. Смарт – это где и деньги, и мозги еще, связи. Да, то есть он еще чем-то поможет. И это бывает интересно. Например, в тех же… Ну, то есть если смотреть, в принципе, как оно бывает. Вот ты привел интересный пример там с вокзалами. Мы это видели на примере фишки. То есть фишки открываются в локациях, где простой смертный открыться не может. Фишки – это в бывшей форнете? В бывшей форнете. Такая же история с оптикой, когда заходят ребята, которые закрывают одну из болей бизнеса, в данном случае, там, перформанс-маркетинг. Мы видим очень часто, когда люди заходят к каким-то административным ресурсам, для кого это важно. То есть, ну, много чего можно получить. Можно найти интересного, очень узкого инвестора, до которого ты бы так никогда в жизни не достучался. Опять, это тот же принцип, который пропагандируем мы. Ты выходишь на трибуну, ты делаешь большой охват. И на этот твой месседж срезонируют люди, которые тебе в бизнесе будут полезны. Будут смоциям понятно, какие есть успешные кейсы на рынке. Давай расскажем. Оптику ферст мы уже отметили. Лидер рынка за полтора года обогнал конкурента, который был долго-долго-долго в топе. По количеству локаций, понятно, мы сейчас не можем сравнивать их, капитализацию и еще что-то. Но количество локаций сейчас важно. Это кто еще? Фишки, да? Ну, если, давай, если так, сначала просто пробегать. Кто активно занимается пассивными франшизами? Фишки. Это кофейни, пиццерии и тому подобное. IQ Pizza Per Shopper Carnia. Это IQ Food Group. Food Group, да. Значит, дальше у нас из активных вот-вот выйдет OnePrice. Я думаю, это будет бомба для рынка. Это такой наш эксклюзивчик. Из больших ребят из твоей тусовки сейчас подтягивается целая такая армия. Мне кажется, ты их покусал на каких-то мероприятиях. Они все резко прониклись идеей пассивных франшиз. Если говорить до... Ну, давай там кого-то назовем. То есть это Планета Кино. Планета Кино. Планируют развиваться. Буденок Игрошек, я так понимаю, тоже готовы. Буденок Игрошек. Ну, вот контейнер. Контейнер. Вот, как это, powered by Underwood. Ну, да. У них не только там Underwood, но тем не менее. То есть, ну, много сейчас будет. Мы, собственно, этим и занимаемся. Мы здесь, в том числе, находимся потому, что мы договорились о сотрудничестве. То есть мы занимаемся вот упаковкой всей этой истории. То есть мы работаем с тем, что Диме, например, вообще неинтересно. Это вот заниматься вот этим вот агентским бизнесом. То есть мы помогаем это все и посчитать, и прописать, и, в общем-то, сделать вкусным, чтобы в том числе с помощью Украинвестклуба классные проекты могли находить своих инвесторов. Поэтому, если вы думаете над запуском вот этой вот истории, над привлечением инвестиций и больше, да, как мы уже сказали, то, я думаю, мы оставим какую-то ссылочку в описании, и там можно будет уже связаться, пообщаться более подробно об этом. В общем, прирастает, прирастает этот рыночек. Есть ощущение, что это прям вот большая история может быть? Да, но не быстро. Я вот смотрю по темпам развития, потому что придумать, что мы будем делать пассивную франшизу, штука не хитрая, а вот ее вывести в рынок занимает время. И даже мы с оптикой, чтобы открыть эти 100 плюс магазинов, нам тоже года почти полтора понадобилось. То есть, мне кажется, это не та история, которая взлетает быстро. Это не волшебная таблетка, естественно. Да, к сожалению. Тут нет той высокой доходности, которая привлечет сюда прям миллионы людей, то есть, как бы, B2B-джевелл, это, к сожалению, не получится. Тут нет... Извините. Тут нет... Там другие консультанты работают по мошенническим схемам. Тут нет той консервативности, которая тоже нужна миллионам людей. То есть, пассивные франшизы, они как раз попадают вот в серединку, где есть хороший капитал от адекватных людей, но это не массовая история. И для бизнеса, поскольку эта история не дает вот так вот бесплатный поток денег мгновенно, это тоже длительный период убеждения. Так, я уверен, ты это знаешь по своим клиентам, когда от момента, где все процессы структурированы, подтверждение работоспособности модели есть, и до момента, когда они принимают решение, ну, давайте попробуем так и быть, это могут проходить годы. Поэтому я не думаю, что сейчас все активные франчайзеры вот так раз и ломанутся. Все не надо, больше достанется тем, кто сейчас в этом рынке, потому что, еще раз, пассивных франшиз в Украине буквально пара десятков максимум. И там даже есть сферы, которые еще не закрыты. Я не буду сейчас перечислять их большинство. То есть, есть общественное питание немножечко, есть торговля в виде той же оптики, но нет многих других ниш, где просто можно привлекать инвестиции. Надо очень четко понять, что, в принципе, Дима говорит, что не массовая история, но все равно этих людей можно оценить, наверное, в несколько, там, возможно, сотни тысяч человек только в Украине. Смотри, мы это даже по каналу видим. У нас вот уникальные разные зрители, которые смотрят канал, за месяц там 350-400 тысяч набегают. В основном из Украины. 95% Украины, и что меня меньше радует, 93, по-моему, процента мужчин. Женщинам это, в общем, мне очень интересна наша подача. Я думаю, на самом деле, это просто займет чуть-чуть времени. Мы должны увидеть положительные примеры, потому что, если для инвесторов положительные примеры уже есть, то для бизнеса, компаний, которые зашли в пассивную франшизу, пошли на весь этот головняк, отстроили процессы, начали это успешно продавать, ну, их единицы. То есть, если их всего там 20, то те, которым это дало серьезный пинок, ну, их может быть 5-7. То есть, и должно просто пройти время, когда Вадим выступит на 20 конференциях и расскажет, как пассивная франшиза позволила ему построить самую большую сеть. И этим вдохновятся мини-маркеты у дома, аптеки, там, ну, какие-то такие массовые направления, понятные инвестору. Так мы тоже, мы будем приглашать, кстати, Вадима на наш канал, тоже пообщаемся с ним. То есть, мы тоже максимально за популяризацией этого формата. В общем, ссылку оставим в описании, поставляйте свои заявочки и пообщаемся по тому, возможно ли в вашем бизнесе запустить пассивную франшизу. И заработать миллион. Давай без обещания, то есть, мы все-таки не... А как? Это же теплый ламповый эфир. Это должен быть там ответил. Это как бы маленьким шрифтом, заработать миллион всего лишь. Круто. Дим, спасибо тебе за это, за то, что ты уделил время. Скажи, для тебя сейчас куда пойдешь? Какие планы? Поездки, я знаю, ты много путешествуешь. Я же не по своей воле. Ну, а тебе это угнетает? Ну, не то чтобы угнетает, но я... Видишь, я домосед такой, я скучный в этом смысле. Ты хочешь сидеть дома и... И снимать ролики в ютубчик. Ну, смотри, я уже в эту историю вписался, я уже от нее никуда не денусь. То есть, наши поездки съемочные становятся все международнее, все разнообразнее. И мы пытаемся таскать для розничных украинских инвесторов уже контент со всего мира. Но то, в чем я вижу больше всего интереса со стороны инвесторов, оно как бы не сильно пересекается с моим личным интересом. То есть, инвестор больше всего хочет, ну вот если мерить там деньгами и заявками, недвижимость с высокой гарантированной доходностью. И мы такие сделки находим. То есть, у нас есть большие коллаборации с застройщиками, которые готовы обещать гарантированную доходность, хотя обычно застройщики так не делают. У нас есть классные кейсы, куда мы инвестируем миллионы долларов с фиксированной доходностью, например, 20-25. По меркам недвижимости очень круто. Но рассказывать про это не так интересно. Не секси, да. Ну, это кирпичи, удачно сложенные в поле в определенном порядке. То есть, сказать, что ты развиваешь кафтовую культуру пива в Украине гораздо интереснее. Прикольнее, прикольнее. Или игрушки, или кинотеатры, или оптики. Ну, и в этом, ну, как-то драйву-драйву в этом меньше. Потому что, по сути, это все большие, давно известные штуки, в которые мы просто вливаем деньги, денег становится больше. Да, ты прав. Здесь нет вот этой вот энергии драйва, эмоций. Потому что в инвестициях тоже могут быть эмоции. Ты, это как кикстартер, да, по сути, в каком-то смысле на этом тоже сделал ставку, что ты инвестируешь в то, что тебе нравится. Ты можешь эти деньги, условно говоря, потерять. И этот продукт никогда не появится, или появится не в том виде, в котором задуман был изначально. Ну, ты типа стал... А если получится, ты будешь гордиться тем, что ты помог этим ребятам создать Oculus, как в свое время, да, один из самых известных кикстартер-проектов. Поэтому я считаю, что вот как раз пассивная франшиза и для инвесторов, и для самих компаний будет вот этим вот драйвером того, чтобы они сами становились лучше. Потому что у тебя есть ради... То есть вот эта вот ответственность, которую ты берешь на себя, продавая пассивную франшизу, она стимулирует тебя делать какие-то все-таки выдающиеся компании, проекты. Ну, и этот головняк должен чем-то компенсироваться. Поэтому хочется, чтобы это были какие-то реально прикольные бизнесы. К сожалению, прикольные бизнесы, они не всегда по финансовым показателям самые интересные. Поэтому я, например, не делаю пассивные франшизы каким-то там самым фокусным направлением. То есть я все еще верю, что... Специализированным, да? Да, и бизнесы, которые не хотят франшизу, например, централизованные, да, не сетевые, разбросанные по всей стране, для них рынок должен стать таким же теплым, ласковым моряком, где можно прийти, раскрыть свои достоинства, показать честно, как выглядит твой бизнес изнутри и собрать хорошие деньги для быстрого развития. И мне кажется, эти две вещи, они должны просто идти параллельно. Бизнесы сетевые, у которых есть отчуждаемые торговые точки, будут идти путем в большей степени пассивной франшизы, где одна точка может принадлежать одному инвестору. А бизнесы, которые так удобно на точки поделить нельзя, они будут привлекать финансирование абсолютно таким же способом, просто там без слова франшиза, на каких-то условиях разделения прибыли или в долговом формате. Но мне кажется, если этот рынок правильно запустить, может случиться такой же расцвет, как произошел в Польше, в России, который уже мы видим по прошествии десятков лет в Штатах, когда инвестиционная индустрия может стать огромной. И у меня в этом смысле большая амбиция, у меня очень простая, давать столько пользы рынку, чтобы укрепиться в умах людей, как место, куда инвестор приходит, решает свои вопросы. Это очень круто, потому что многие говорят, государство должно создать бренд для инвестиций. Мы можем его, по сути, формировать сами, без всяких программ, Ukraine Now, при всем уважении. Это очень круто. Мы же понимаем, что в государстве большие компании быстро и эффективно умеют только ответственность перекладывать. Поэтому мы тут вряд ли что-то придумаем. Мне кажется, это дело как раз малого бизнеса. Самих бизнесов услышать нас и стать более адекватными, прозрачными, открытыми и вообще открытыми к мысли привлекать инвестиции, не бояться этого. А инвесторы должны стать более требовательными, более их запрос на эту самую открытость и верифицируемость данных должен подрасти. И моя лично большая надежда, что инвесторы станут менее инфантильными, они откажутся от того патернализма, который у нас в стране десятками лет культивировался, и поймут, что в любой инвестиционной сделке деньги потерять может только инвестор. Ему надо включать мозги, думать, принимать решения взвешенно, вдумчиво, тогда будет толк. Скажи, есть ли уже кейсы инвестирования из-за границы, из-за рубежа в украинский реальный сектор, не в недвижимость? Да, в основном это пока зарубитчаны. То есть это не какие-нибудь знаменитые американские фонды, которые в Украине... Нет, скорее всего, мы про частные инвестиции. Когда мы говорим о маленьких ребятах, то это, конечно, не случайные арабские принцы, это, как правило, наши львовские хлопцы, которые уехали в Польшу, в Италию, кто-то из Киева уехал в Германию, и они понимают, что там их жить им там нравится, а инвестировать им там не нравится. Ну, так же, как это было со мной. Просто я вернулся целиком, а они возвращаются только в виде капитала. Интересно. Друзья, спасибо вам за то, что посмотрели. Если досмотрели до конца, до этого момента, я считаю, что самое время поставить лайк, потому что полтора часа или сколько там в итоге останется, вы точно не провели бы, если бы это было неинтересно. Подписаться, если не колокольчик. Также на канал Димы Крапиловского и Саши Тихомирова «Украинвест-клуб» мы оставим ссылочку. Спасибо. Чтобы вам подарить за эту активность, я не знаю, может быть, какой-нибудь у вас есть бонус? Слушай, я бы ничего не выдумывал. Если люди глубоко интересуются инвестициями, так подарим просто членство в клубе. Пусть придут, посмотрят. На какой период? Понравится. Давай сделаем три по три месяца. Три по три месяца. Круто. За это нужно не просто так. Нужно подписаться. Пусть денег заплатят. И в идеале. Подпишитесь, подпишитесь. Подпишитесь на оба канала и напишите комментарий под этим выпуском о своих, не знаю, удачных или неудачных инвестициях. А я бы пусть и так, и так напишу. Это же самое интересное. Напишите самую вашу удачную и самую вашу неудачную инвестицию. Не важно, денег, времени, сил. Кактусы там или еще что-то было. Не имею значения. Что угодно. Субтитры сделал DimaTorzok